Сегодня важна взаимная поддержка и мобилизация ресурсов для дальнейшего укрепления сотрудничества. Беларусь активно участвует в кооперационных проектах в Иркутской и Свердловской областях России. Мы зарекомендовали себя надежными и проверенными поставщиками техники, да и всех комплектующих. О новых совместных проектах от авиации до крупных логистических хабов и лесозаготовки, а также организации выставки Иннопром. Репортаж Светланы Лукьянюк. В Иркутск в конце апреля пришла настоящая зима. Местные говорят, что такое даже здесь, в Сибири, бывает раз в 10 лет. Знаменитое озеро Байкал во многих местах еще во льду, не замерзает только река Ангара. Кстати, вот это место, где она впадает в Байкал. Так вот, ее быстрому течению не мешают лютые морозы. И природные катаклизмы, конечно, не внесли никакой корректировки и в наш переговорный процесс. Теплое общение и желание работать вместе мы укрепляем и конкретными проектами. Товарооборот за два месяца года показывает рост. И главное, есть планы, за счет чего его можно увеличить. Это и поставки нашей техники от сельхозкоммунальной до пассажирской. Здесь любые объемы нам по плечу. Первые наши троллейбусы уже на линии. Область покупает тракторы, зерноуборочные машины и постепенно обновляет лифты. Сегодня обсуждали и выгодность логистики через Иркутск на азиатский рынок. Мы крупнейший, один из крупнейших мировых экспортеров продуктов питания. Значит, по сырам и маслу мы входим в тройку, в четверку мировых лидеров экспорта вообще. Поэтому у нас стоит задача наращивания поставок на китайский рынок, который практически безграничный, наверное. Здесь Китай – это сосед Иркутской области. Много бизнеса работает здесь. Почему бы не использовать и логистические возможности региона, и коммерческие, для того, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на этот рынок. Взяли на себя серьезные инфраструктурные проекты, которые требуют, может быть, и компетенции наших коллег из Белоруссии, которые могут тоже поучаствовать в этом конкурсе. У нас на все строительные объекты в рамках уже и государственного, и частного финансирования идет в год порядка 33 миллиардов рублей. На все строительные объекты. Это реконструкция, стройка. И здесь капитальный ремонт. И здесь, я думаю, коллеги могут тоже свои компетенции рассмотреть и предложить. Мы только будем за. Брестскому облсполкому, как региону, закрепленному за Иркутском, поручено отработать строительную тематику. Конечно, все будет зависеть от экономики проекта, а расстояние здесь уж точно не преграда. В том числе и по лесному хозяйству. Мы предлагаем и технологии, и машины. Тем более Иркутск планирует строить и свой лесосеменной центр. Мы заинтересованы в обновлении нашей техники. Это весь спектр навесного оборудования, валочные головки, лесопосадочная техника, тракторы. Здесь мы готовы взаимодействовать с белорусской стороной. Знаем о высоком качестве этой техники. И будем продолжать достаточно конструктивные взаимодействия как по линии государственных закупок, так и по линии взаимодействия нашего лесного бизнеса. Тесный уровень сегодняшних отношений определяет и общность духовных и исторических связей. Где победа и сохранение памяти у подвиги солдат 40-х – это всегда свято. Работаем сейчас с Иркутском и по высоким проектам. Россия заявляет о кратном увеличении производства своих самолетов гражданской авиации. В этот процесс активно включились и белорусские предприятия, готовые помочь и узлами, и агрегатами. А это пример и кооперации, и импортозамещения. Детали обсуждали на Иркутском авиазаводе. С ним сотрудничество стартовало с середины апреля. За последние неполные две недели фактически мы уже подписали ряд документов, которые нам позволят производить комплектующие детали к самолету МС-21. Тем более опыт у нас уже есть. Мы сотрудничаем с ульяновским заводом «Аэрокомпозит». Они делают крыло, черное крыло делают для данного вида самолетов. И мы порядка 300 позиций, 300 номинований уже будем изготавливать и для Ульянска. Здесь мы настроены на долгосрочные заказы, а после и вовсе будем предлагать техобслуживание для новых российских лайнеров. Опыт есть и по западным моделям, и по сухим суперджетам. А вооруженные силы Белоруссии из этих цехов до конца года поступят самолеты Су-30. Их показали премьер-министру. В планах пополнить парк крылатых машин и в следующем году. Поставка в четыре штуки в конце этого года. Четыре следа. Их сборку как раз посмотрели на заводе. Ряд деталей из цехов белорусских предприятий. В целом же по результатам визита и деловых переговоров, а сегодня в Иркутске прошла и бизнес-встреча, наши компании подписали контракты почти на 9,5 миллионов долларов. После делегация отправилась в Екатеринбург, столицу Урала. Свердловская область и Беларусь за последние годы ярко показывают. Уж если договорились, то от слов сразу к делу. На встрече с губернатором мы доказываем это цифрами. Так, взаимная торговля в 21-м взяла планку в полмиллиарда долларов, а в прошлом году 750 миллионов. Отдельное спасибо вам за троллейбусы, за город и Киев. Вам спасибо, что выбрали нас. Сейчас еще не так просто, но только к качеству. Значит, качественные товары, качественная продукция автомобиля и автомобильного транспорта, я имею в виду автобусы, мы уже используем в парке МАЗы. И вот по своим техническим характеристикам троллейбусы ваши тоже совершенно точно не уступают. аналогам, которые нам доступны. И по многим параметрам мы хотим дальше. Да, вы знаете, тема сейчас актуальная такая. Мы вот буквально в ходе всех встреч в российских регионах, эта тема всегда на повестке. Рассчитываем, что будет такое же, в принципе, движение и по другим. По проблемам транспорта, по коммунальной технике. Ну, мы благодарны за поддержку и стабильность, с которой работаем. Потому что я вот сказал, что первый квартал, он такой оптимистичный. Действительно, это порядка, ну, еще мы прибавили к прошлому неплохому году около 40% в товарообороте. Я думаю, что цифра в миллиардах вполне реальная. К миллиарду приближаемся. Вполне реальная. И я уверен, что Инопром даст толчок обязательно к этому. Здесь в июне дооткрывается международная выставка Инопром. Это когда представлены и достижения техники, и большая деловая программа с акцентом на кооперацию. Мы на этом форуме в статусе страны-партнера. И сегодня время обсудить подготовку. Даже если вначале мы немножко переживали, что, ну, все-таки, как обязательства были не менее 2000 метров взять площади. Зато сейчас мы видим уже, что площади не хватает. Заявляемся дополнительно. Значит, предприятия очень активно подключились все, потому что, ну, понимаем, это центральная выставка Российской Федерации. Значит, мы ожидаем, что будет очень много, в том числе, зарубежных гостей. Ну, а полеты по линии Минск-Екатеринбург в ближайшее время будут точно более частыми. Мы строим и павильон, и приглашаем более 120 белорусских компаний на площадку. Тем самым открываем для них новые возможности. Светлана Лукинюк, Алексей Юнош и Евгений Нитов. Агентство теленовостей. Иркутск, Екатеринбург, Россия.